Новое утро в эфире Первого городского. Совсем скоро большие долгожданные праздники, которые мы скоро уже начнем готовить. Ну а пока ситуация в стране оставляет желать лучшего. Кстати, помимо проблем с коронавирусом, существует еще достаточно много проблем со здоровьем. Итак, дорогие друзья, вот какие проблемы со здоровьем еще существуют, и они также являются очень важными, расскажет наш сегодняшний гость. Итак, у нас сегодня в студии Каражанов Адельбек Голымжанович, врач-травматолог-ортопед медицинского центра Сеном Клиник. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что такое остеопороз? Ну, остеопороз – это хроническое прогрессирующее системное заболевание, которое характеризуется снижением плотности костной ткани, нарушением микроархитектоники костей и усилением хрупкости, за счет чего происходят травмы, переломы у людей при малоэнергетической травме. То есть снижением плотности костной ткани, как по простым языкам, можно сказать. Адельбек Голымжанович, могут ли быть причинами вот такого быстрого, скажем так, нарушения в организме наша сидячая работа, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, да? Ну, питание тоже, да? Неужели питание тоже сложилось? Да. О причинах можно говорить много и долго. Это, как и все заболевания, остеопороз тоже, на остеопороз тоже влияет наш образ жизни, питание, все остальное. Основными причинами могут быть и генетическая предрасположенность. Если же у близких родственников была травма при малоэнергетической травме, то есть это говорится о переломах, когда вот человек получает травму, падая с собственного роста, с высоты собственного роста. Даже происходят переломы, когда пожилые люди меняют положение тела. Просто так встают с кровати, с дивана и чувствуют резкую боль, хруст в определенном месте. Чаще всего это происходит, перелом происходит в шейке бедра, в бедренной кости или же тел позвонков. Ну, сейчас, конечно, уже погодные условия не такие, как были в зимний период. Еще хуже. Да, потому что врачей вашей специфики, мне кажется, в нашем городе очень мало. Особенно, когда начинается гололед, это просто невозможно. Очередь, мне кажется, заходишь в больницу и сразу же здесь начинается очередь. Сейчас, конечно, попроще, но, тем не менее, достаточно и клиентов, и пациентов. Да, как проверить и диагностировать заболевание? Ну, в первую очередь, это осмотр пациента. Специалист, который принимает пациента, осматривает, делает опрос, сбор анамнеза. Проводит свои исследования клинические. Есть специальные мероприятия, которые определяют риск остеопороза. Это может быть врач-травматолог, гинеколог, эндокринолог, невропатологи. После клинического осмотра дальше у нас идут лабораторные анализы, есть инструментальные обследования. К инструментальным методам обследования, к золотому стандарту, мы можем отнести денситиметрию. Есть ультразвуковая денситиметрия, есть рентгеновская денситиметрия. Так, что это? Как проходит? Так, ну, денситиметрия, то есть это означает измерение плотности косной ткани, минеральной плотности. У нас в городе Ак-Тубе в клинике с Синым имеется единственное в западном регионе рентгеновская денситиметрия. Денситиметрия, в общем, много времени не занимает. Не занимает? 15 минут? Да, от 10 до 30 минут. До 30 минут. Особой подготовки тоже не требует. Так. Пациент в любое время может прийти и обследоваться. То есть анализы не нужно будет сдавать? Нет. Главное, есть простые правила, когда пациент должен предупредить врача, что проходил ли он до нескольких дней назад обследование, рентгеновские обследования с применением контрастных веществ. Если такое было, тогда денситиметрия откладывают на какое-то время. Одним из противопоказаний к рентгеновской денситиметрии можно отнести беременность. Беременность, наверное. А вот ультразвуковое исследование, денситиметрия ультразвуковое, оно не противопоказано беременность. А вот две вот этих методики, они чем отличаются? Так. Ну, ультразвуковая денситиметрия, она сейчас популярность не приобрела, так как широкого определения... Точно, да. Четкого, такого не дает нежели. Не дает, как рентгеновская денситиметрия, да. Ультразвуковая денситиметрия, она определяет точечно, то есть точка лучевой кости, либо пяточной кости. И на результат могут повлиять многие факторы, допустим, влажность кожного покрова, угол точки поставления ультразвукового аппарата. А рентгеновская денситиметрия, она проводится в положении лёжа пациента, без движения. Аппарат сам выставляет точку и проводит, то есть полностью обследует зону. Для исследования выбирается зона, это позвоночники, тело позвонков и шейка бедренной кости, где часто происходят переломы, патологические переломы. И уже после этого назначается лечение? Да. Специалист, который направил на денситиметрию, это может быть врач-стромотолог-ортопед, либо другие специалисты, далее после рентгеновской денситиметрии, после заключения назначает лечение. Лечение основано на улучшении метаболизма костной ткани. Как и в других тканях, в костной ткани также идёт метаболизм, то есть обновление костной ткани. Остеопороз происходит за счёт того, что метаболизм нарушен, и костная плотность уменьшается. Особой подготовки, получается, не нужны? Да, особой подготовки, так какого нет. Главное, чтобы пациент предупредил. Предупредил, а если же пациент показал? Если малейшая есть вероятность беременности, в этом случае обязательно надо предупреждать врача. Ну, так же, как на рентген не пропускают. Да, рентгеновская денситиметрия – это единственный рентгеновский метод исследования, который можно использовать как в целях профилактики. А вот по поводу ультразвуковой, вы говорили, диагностики. Её можно пройти в различных аптеках? Настолько она так распространена? Да, это простой, самый простой метод исследования, который можно проводить. Не даёт точных, нежели? Можно сказать, да, по сравнению с рентгеновским денситиметром, более точных. Действительно, лучше получить точные данные, чем… Адельбюк Галужанович, вот самое важное в Ваших словах было, что в Западном Казахстане у Вас это единственный… Да, в Северном Клинике установлен рентгеновский денситометр, который нашим жителям города и области даёт возможность пройти такое обследование. А как часто можно проходить? То есть какой период между ними должен быть? Специалисты рекомендуют хотя бы один раз в два года проходить обследование. Это обследование, конечно, не всем пациентам. Есть группы риска, которые… Это женщины старше 45 лет, мужчины старше 60-65 лет. И у тех, у кого, допустим, был ранее какой-то перелом с малоэнергетической травмой. Или наследственность. Либо же сопутствующие какие-нибудь хронические заболевания, которые могут привести к таким осложнению. Адельбюк Галужанович, мы Вас забросали, скажем так, вопросами. Нам всё интересно. Всё, что касается здоровья сейчас наиболее остро стоит, конечно же, вопрос. Ну и вот последний вопрос. Кто занимается лечением остеопороза? Ну, как ранее говорили, любой специалист может заниматься, который направит на обследование. Суть лечения состоит в том, что надо восстановить минеральную плотность костной ткани. Это тоже препараты… Это только лекарственные средства или… Это препараты кальция, витамин Д, и плюс есть препараты современные, которые принимаются для лечения остеопороза. Это медицинские специалисты, они все знают. Конечно, не только медикаментозные лечения, образ жизни, активные движения, активный образ жизни, здоровый образ жизни – это всё влияет. К сведению жителей нашего города, хотелось бы сказать, что рентгеновскую денситометрию могут пройти все, то есть бесплатно, по направлению специалистов. Это участкового врача, либо же других узких специалистов по ОСМС. В клинике сеном совершенно бесплатно. Дорогие друзья, ну что ж, в нашей ситуации, когда вирус гуляет по планете, хочется всем сказать, будьте здоровы, следите за своим здоровьем. И всегда в случае каких-либо заболеваний, трудностей, а главное вопросов, лучше обратиться к квалифицированным специалистам в медицинский центр «Сеном клиник». На этом мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго, буквально через пару дней, встретимся в этой самой студии в среду. Обязательно будьте здоровы, укрепляйте иммунитет и ведите здоровый образ жизни. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!